я например даже если очень интересный собеседник если качество плохое слушать тяжело вот и причем именно звук если даже видео видео можно и смотреть звук решает мы с выставляем в прошлый раз говорили что это все обычно слушают в формате подкаста в основном мы с тобой хотели о чем поговорить каких-то более прикладных вещах что мы используем да начал я сотрудничать тут с димой цветковым с латагой ну как бы с димой цветковым и уже давно общаюсь так плотно и если кто меня знает тот знает что я всегда был больной именно до терминалов до технической части я очень как бы ну то есть я пробовал практически все что нынки существуют из если появляется новый финал я обязательно попробую и моя любовь старая и диска которую я просто и здесь как я обожаю но потом как бы руководитель этого проекта решил что нужно двигаться вперед и сделал тайгер трейд тайгер трейд это был как бы типа можно сказать тот же из искали только расширенный функционал что одновременно и хорошо для для некоторых но для скайперов это плохо потому что он стал тяжелым он стал тяжелым и я бился вот последние пять лет я постоянно бился с целью очень много было всяких проблем именно не по функционалу а именно по по торговле потому что подвисало все зависоны и так далее вот и тут я в прошлом году узнал что оказывается из искали не умер он просто теперь принадлежит в атаке и теперь как бы ну и если ты хочешь торговать криптовалюту или российский рынок или американский рынок то ты можешь что делать на изискальпе вот и я тут попробовал его в начале я его ну я его хорошо знаю сам из искать все включу сразу я его хорошо знаю поэтому для меня там никаких типа сюрпризов неожиданности в плане функционала нет он попроще чем у него нету некоторых функций которые есть у тайгера но при этом он быстрый и вчера когда была прям движуха когда там биток попалился и этот шибу начал стрелять сильно очень я как раз торговал через тайгера и у меня все начало висеть я думаю как у большинства и я переключился на воду а там все летает и я такой блин раза так может быть одно что везде тормоза вот и теперь я занимаюсь тем что типа в команде по улучшению этого терминала можно так сказать боюсь боюсь тебе что-либо говорить почему потому что под прошлым роликом часто писали что я перебиваю ну ты должен конечно прислушиваться прислушиваться людям но и я просто знаешь чтобы динамика ролика было и получилось и чтобы у нас такой динамичный разговор тоже получился я поэтому и вставляю свои пять копеек ну вот что касается так уже обратной связи мы торгуем на оси скальпе и вчера на той той самой движухи когда там биток полился мне кстати в этот самый момент был мастер-класс для ребят и я прям при них отработал эту сделку на битке я пробил вот этот нижнюю границу там получилось взять по моему что 700 наверное долларов движения и очень даже достойно без каких-либо зависаний при том что было была нагрузка на видеокарту в виде этого ну трансляции мастер-класса то есть я конечно не знаю я честно сказать ни разу не торговал не через tiger не через изи ну вот сискальп тоже достойный терминал на мой взгляд так ну ладно давай я ты торгуешь да ну это как бы такое отступление да просто если не будет спрашивать почему у меня что ты сейчас делаешь это вот стоит учеток а сейчас я шар цены поменял ну только что по коронству говорили я немножко этот шартанул этот шибу чуть-чуть а у тебя на каком иксе торговля на что на каком на каком иксе у нас x это сужение стакана у тебя какое сужение стакана стоит во сколько раз я не знаю так мечте я просто обычно от шага цены считаю или от процентов ну мне сложно говорить прошел потому что там столько нулей и ну вот ты можешь видеть да что получается это ну 100 получается и если сужение а у меня сейчас я посмотрю а ну подожди это не сильно много так если а ну да это 100 сужение ну конечно такая тут экстремально у тебя настроен стакан так не знаю мне так не очень комфортно если что мало информации видно для меня комфортнее ну вот я например торгую шибу а вчера когда был движ был 30 x а в основном 20 стоит то есть мне так комфортнее торговать ее и забирать импульсы которые она там делает так а скажи сейчас у тебя какая идея вот ты пытаешься шартануть а на том чтобы был ложный пробой вот этой локальной границы консолидации по 72 сейчас я пытаюсь просто шартануть от его я бы например здесь пробивал наверх я не знаю почему ты шартиж не всегда этот понятно конечно не всегда все идет так как мы хотим поэтому сегодня кстати у меня есть сегодняшние трейды вот буквально прям самые самые актуальные сейчас там поди был выход был по 3x у выход по эфиру был выход можно будет их посмотреть но самого утра и не знают и торговал или нет там было движение под подоги разгон извини что отвлекаю тебя нет я я блин я я обещал себе что не буду торговать во время записи но блин тут просто не вам мне я с утра проснулся и увидел что шиба вниз пошла очень как этот активно и там было были несколько хороших моментов ну чисто скальперских вот по поводу ты говоришь ну допустим сейчас да почему почему принципе основная причина была не только сам его но это что уже как бы движение прошло вот я смотрю там 645 735 то есть мы больше 10 процентов прошли у нас есть . ну то есть нас есть его от которого могут откатить и у нас есть то что в моменте мы уже прошли 10 процентов то есть откат здесь там 223 процента он как бы ну напрашиваются грубо говоря но сейчас они пытаются закрыть свечку здесь пятиминутно видно что у меня здесь не включено просто сейчас я хочу чтобы все видели очень я говорю надо чтобы понимать о чем речь хорошо что такое вебал это какой-то индикатор который показывает что либо это это типа короче скользяшки только еще использую а основанные на на объеме то есть это средний проторгованный объем за день вот можно можно так сказать блин я не сильно таких просто дальше иногда ты торгуешь и использует что-то так долго что просто забываешь ну типа иначе а что такое свечи свечи вот или на графике хорошо это печать а можно сказать что это просто такая такого рода скользяшку просто она еще учитывает объем вот я честно сказать первый раз об этом слышу пусть конечно я возможно кого-то удивлю этим первый раз не но вот я сейчас я прочитаю за его ламе уайт это врач прайс то есть по-русски получается что выраженная в объеме средняя цена вот так вот вот смотри видишь видишь цена цена здесь принципе остановилась то есть уже как можно сказать что знаешь вот здесь на самом деле вот что я вижу да то есть мы с тобой казалось бы говорим по-разному до разными мыслями излагаемся но фактически торгуем одно то есть здесь я просто бы рассматривал ложный пробой вот это локальной консолидации это у нас пятиминутка то есть пятиминутку к сожалению бумага не смогла пройти и сформировала ложный пробой немножко попроще но а я понял я понял вот эту ты линию ну да я не если так условно нарисовать линию до эту линию типа ты ты бы пробивал вот эту линию да 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 согласен пошло и пошло и это в принципе знаешь в принципе это все примерно плюс-минус одно и то же потому что это графический паттерн и этот индикатор вот нужно понимать что индикаторы служит только для того чтобы немножко тебе удобнее было видно это не грааль какой-то который позволяет тебе идеально торговать это прежде всего просто графически вот и мне сказал да линию я вот сейчас уберу его просто допустим чтобы она мешал и ничего не изменится суть в том то что я же проявлю да ну видишь я и получается что я не брал шорт как бы не совсем отсюда да или заранее а чуть-чуть повыше из возможности того что он будет еще задер но знаешь вот этот момент чем плохо что ты зашел там тем что большая вероятность выноса ты пойми вот сейчас мы писать это хорошо что вот подходим как раз к этой теме разница стратегии определяет вообще решает все и когда люди приходят на рынок и пытаются допустим скопировать кого-то или они думают а вот например я здесь заработал я здесь работал да значит серега короче логунов здесь потерял а все работает немножко не так просто я здесь могу сейчас смотри я сейчас зашел взял допустим шорт закрыл меня скальпельская сделок вот я зашел я сейчас его закрою все у меня сделки нет я ее отработал может даже в плюс скорее всего а допустим дальше рынок сейчас свечку дверь закроет и дальше пойдет и ты заработаешь к чему я к тому что даже в одних и тех же точках скальпер может заработать и дейтрейдер может заработать потому что у него чуть побольше стоп он пересидит но потом движение дальше пойдет и он заработает я дети вы не не совсем про это начал говорить ну давай закончим мысль да то есть мысль моя такая что нужно обязательно понимать что ты делаешь какую стратегию ты торгуешь если вот я торгую ну основном основной мы трейдинг это скальпинг это как бы ну это основное то что мне приносит как бы деньги потом другой вид трейдинг который я использую там это ну можно сказать там что-то среднее между инвестициями длинными сделками ну это скорее всего такой да и трейдинг там не использовать другой подход там используют другие риски друг другие другие объемы другие точки входа даже и грубо говоря если если там если продукт говорит говорит то она будет совсем отличаться потому что если вы решили торговать скальпинг то вы должны делать его скальпинг очень очень быстро то есть что бы я делал если бы она не пошло и всего не пошло я бы вышел ну вот принципе ты видел на записи можно будет посмотреть что я уже читали выходил я выходил частями потом цена снова начинала идти мою сторону я добавлялся то есть это такое активное управление позиции я когда цена находится в той точке от которой ты хотел шортить вот я хотел шортить от 730 и цена плюс-минус там болталась то есть там я пытался набраться закрыться набраться закрыться потом там цена пошла все закрылся если бы цена чуть-чуть пошла выше по 7 4 я уже полностью лучше стол чуть больше процента получился получается мы с тобой сейчас разбираем такую пример ложного пробоя да то есть в твоем случае ты используешь свой свою систему свой индикатор который позволяет тебе зайти где-то там по самым хорошим ценам потенциального ложного пробоя но о чем я начал говорить это о том что вероятность выноса больше если ты заходишь где-то в глубине вот этого самого потенциального не до пробоя почему потому что мы всегда работаем с вероятностью да и мы никогда не знаем что сейчас пойдет все-таки импульсное движение мы пробой импульс или или не пойдет но когда бумага возвращается в консолидацию то есть возвращается за цены которые вот парами пару секунд или минут назад мы пробивали тогда уже включается страх участников которые заходят в пробой и провоцируют как раз то тоже то что мы сейчас то вы видели это фиксация позиций на чем идет резкое движение вниз то есть что я хочу сказать что когда мы отрабатываем ложный пробой если мы отрабатываем ложный пробой то надежнее заходить в момент возвращения к цене пробоя вот что я хотел сказать но если ты очень проще сейчас еще и наверх с мастер-класс начался зачем вышел там же сейчас пойдет импульс мне кажется сейчас им плюс нет неплохо потому что это скальпинг ты стреляешь такими ты как снайпер короче сидишь ждешь момент у тебя типа момент и ты зашел и все мы скальперы работают по-другому мы работаем импульсом я зашел я взял этот импульс я его видел ты меня басу обособил об от всех почему-то нет ну я и я обособил тебя от себя так сказать ну то есть допустим я сегодняшнем разговоре представляю скальперов ты представляешь там трейдеров ну да и трейдеров которые делают более у тебя согласись ты не будешь одном и том же месте там 10 раз делать трейд если в тильте у тебя есть система ты заш а если в тильте будешь да ну значит и когда в тильте скальпер все просто ну да да кстати так и есть я кстати сегодня вот честно сказать я сегодня видел 10 процентов подоги на очень хороший объем и я просто обалдел от того как сильно она как она быстро вкатило просто потому что даже не моя вина потому что я просто переключил внимание на другой инструмент и просто физически не успел зафиксировать я просто вижу как она вот сыпет я такой господи что происходит и не от этого стало так обидно и потом что я для себя понял что начались начать началось высокая частотность сделок что для меня является тильтом то есть когда я отрабатываю вот в таком темпе как ты сейчас да там зашел в шор зашел в лонг лево-право вверх-вниз для меня это не неестественно и скорее это будет в минус чем плюс смотри у меня это сегодняшнего сегодняшнего утра он уже сколько сделок я не знаю сколько есть там число какое-то не кажется здесь такой статистики нет поставили уже есть статистика где можно посмотреть количество сделок и так далее но надо сказать видишь да и там все скальпе есть это число надо сказать разработчикам чтобы внизу пометили что количество сделок столько-то сейчас понимаешь какая фишка это вообще я я на самом деле с этого очень как бы это мне очень забавляет то есть такая история была изискальп он был хороший простой понятный и быстрый это его была главная фишка я всячески бил то есть каждый раз разработчик делал обновление если бился гриза чем игры зачем ты это сделал он ну как ну то есть у него логика какая разработчика ему хочется добавлять красоту какие-то дополнительные функции все а мне логика какая все терминал усложняет и утяжеляет нужно понимать что если ты хочешь тебе нужна скорость каждая фишечка будет забирать у тебя эту скорость каждая фишечка там люди пишут робота в командную строку понимаешь чтобы не использовать там ни один лишний знак вот я к чему потому что забавно что все шло по пути усложнения а сейчас получается возвращаемся к истокам и ищем терминал но я лично вот пытаемся сделать терминал который будет максимально легкий максимально не перегружен я не говорю что количество сделок в статистике что-то изменит это нет это не только здесь конечно это никак не повлияет но вот я например предлагаю димитом предлагал вот так весь удобная функция торговля с графика отличная функция ее часто использовал но мы с ним так посовещались и действительно это реально утяжелит терминал и скорее всего будут уже будет не так быстро все работать и возможно там небольшие зависания какие-то то есть каждая функция которая добавляется теперь обсуждается коллективно именно с людьми которые торгуют активно и мне это очень нравится нету вот этого вот как сказать терминал отдельно трейдеры отдельно сейчас добывает почему торговля с графика чем она тебя так торговля с графика было мне всегда нравилось тем что допустим у меня здесь открыто там сейчас сколько 37 графиков и допустим идет какая-то движуха и ну вот представляешь 7 стаканов это очень тяжело уследить стакане там нужно посмотреть куда там нажать все с торговым с график это просто видишь на графике ситуацию просто графически вещь ситуация которая тебе нравится нажимаешь две кнопки купить продать и все и она у тебя отображается на графике потом ты можешь также закрыть графика слушай так интересно мы с тобой на прошлом как раз то вебинаре мы с тобой разговаривали о том что ну про скальпинг да и дай трейдинг но ситуации с торговлей по графику это же чисто технические истории и строго не скальпинг да это безусловно это не скальпинг скальпинг но это очень помогает когда вот как вчера был выносно на битке да то есть я вижу что биток валится как дикий и все валится но у меня к сожалению только две руки они 7 7 стаканах торговать но зато я вижу например что пример там все валится а эфир уже начинает там свечку выкупать к примеру я в эфир там кидаю немного потом вижу что биток начинает то же самое потом там шиба там тоже ну то есть понимаешь ты благодаря этому ты можешь именно в такие моменты точно редко бывает вот такая волатильность но именно в такую волатильность это это помогает но опять мы возвращаемся к тому что там мы теряем скорость и да там уже идут какие-то тормоза и все такое и что что важнее ну для тебя что важнее функционал или скорость для меня как для трейдера активного активного как скальпера мне важнее конечно скорость намного важнее вчерашний день мне это полностью продемонстрировал как он душно идет заметил что он на вивапе застрял этот шиба на вивапе застрял теперь и очень душно теперь здесь идет он не падает и не растет и бог с ним я пока не вижу там вообще никакой ситуации для меня это все уже потрачено вот что отыгранная тема принципе отыграна и я хочу отпустить ее потому что опыт лет многих лет торговли говорит о том что если бумага была в игре два или три дня то надо уметь ее отпустить потому что скорее всего она начнет забирать то что насыпало поэтому я стараюсь сейчас наверно на что-то другое переключиться и не хочется даже вот что хотел спросить это очень мудрая мудрая тема и мудрая тема чувствуется что здесь уже опыт пришло с опытом удивляет и как же понимание или считаешь я у меня есть четкий на самом деле индикатор он очень простой я смотрю приложение финанса и просто раз про это тебе говорил да и вот открывается в финансе и здесь есть ему не показал плохо видно но не суть каждый может открыть короче я смотрю проторгованный объем за день так на фьючерсах и сейчас шиба занимает первое место даже обгоняя биток для меня это такая красная тряпка что все это максимум то есть максимум волатильность возможных которые было в нем было было вчера потому что мы проторговали объем который больше bitcoin это нонсенс вообще это как бы такое на доге было по моему один или два раза на эфире было тоже всего несколько раз когда проторгованный объем был больше чем bitcoin то есть это значит что для меня это значит что бумага будет остывать то есть волатильность будет падать и даже неважно куда она пойдет главное что она будет остывать движение уже будет не такие импульсные больше будет запилах и если ты хорошо заработал то это идеальный момент чтобы реально немножко переключиться с этой бумаги или в принципе переключиться если ты только это увидел момент то я не советую в такое вообще лезть как раз потому что будет будет происходить затухание и по моему личному опыту все-таки сколько я видел такого да она будет все-таки затухать вниз она будет затухать вниз потому что до тех где кто крупные участники они же видят что мы уже выросли прилично очень прилично и пока есть спрос они будут потихоньку пытаться стихиться без того чтобы цену прям проломить поэтому с хорошей при мне мне уже такое мне уже такое тоже не совсем нравится то есть сейчас вот если мы говорим конкретно прошила потому что сейчас то самое интересное да естественно я поставлю себе обязательно альтер вот то есть вот отсюда ну перехать все чтобы опять высших краев новые х и это опять волатильность да согласен с тобой абсолютно и наверное логично здесь вот поставить линии вот сюда вот на какие-то локальные лаи да и этот момент тоже будет интересный то есть вот здесь тоже может быть сквизы есть тоже может быть какие-то интересные ситуации вот то что вот здесь вот и вот здесь вот для меня она тоже не интересно уже особо моменте хотя вот например и дай вот если ты как ты говоришь что я бы здесь брал наверное здесь имею имел имеет смысл взять он вполне себе сейчас просто должен импульснуть к 0 8 я думаю вполне может отсюда просто потому что на хайпе ребята могут затолкать но опять же скорее всего это движение уже будут не такие какими были вчера то есть вчера как какие были пробои это пробои локальные границы и сразу движение там на я не знаю да на 2 3 4 процента а здесь на 10 процентов и пскала ну я имею в такие средние пробои 10 процентов это было уже под конец да вот здесь но до этого вот любые пробои 0 0 5 9 500 импульс затем там еще консолидация импульс еще консолидации импульс то есть он среднем так 2 4 процента делала и можно было это забирать вполне вот смотри я сегодня отработал несколько ситуаций просто интересно твоим давай по поводу этих ситуаций давай ты разберешь посмотришь эфир для начала можешь открыть посмотреть чтобы ты отрабатывал возможно или не отрабатывал где бы ты пробовал заходить чтобы ты их хотел отработать но было ли вообще что то что ты здесь хотел бы отработать ну окей давай вот я я у меня нет ни сделки не было за эти несколько меня для меня важно вот эта свеча чем меня важно вот эта свеча ну это максимальный объем который прошел то здесь здесь были и ликвидации здесь были и стопы значит здесь были те кто подбирал да ну вот и в принципе это эта свечка если если мы ее не закроем не пойдем выше нее то для меня это будет просто таким еще четким сигналом что мы пойдем ниже ниже этой свечки сейчас мы ее закрыли уже ситуация не так однозначно то есть от шарта я бы уже не играл вот этот вот я единственное что вижу вот этот моменте вот здесь вот пробой вот этой консолидации ну и все сколько раз он туда подходил почему именно здесь ну не знаю пробой 50 он только при получается в каком третьем подходе к пятидесяти пробил да то есть плюс к этому а выход по бенби какая-никакая все таки у него там капитализация неплохая он дает позитивный фон движение по битку то есть движение которые подстегивают все монеты они так или иначе завязаны двигаться в каком-то одном направлении то есть позитивные движения которые формируются у нас по всем монетам мы можем как бы смотреть картинку и понимать вообще что как бы позитив или негатив по монеткам вот и вместе с этим там мы пробуем по моему был этот переход то ли часа то ли получаса и соответственно пробитие 050 движения ну то есть ты бы рассматривал пробой или нет или если бы вообще ничего не было на рынке вот типа знаешь если бы прям эти честно говорю вот мы часто сделку посмотрим потом я расскажу принципы по которым я решаю что торговать ну они достаточно простые и я их последнее время четко сформулировал формализовал и я стараюсь как бы не торговать другое в этот момент я стараюсь полностью концентрироваться ну это даже не то что система система именно по отбору инструментов которые я буду сегодня торговать ну это твои правила можно можно так сказать то я бы я бы скорее всего бы это бы не взял вот но ситуация хорошая я бы это пытался брать если бы вот ну сегодня это было единственный то что ходит и ну нужно там быть хорошо говоря я бы давай посмотрим аду а ты мне сделку ты покажешь или а ты не записывал ты хочешь ну давай конечно чуть не просто интересно мне не все понимаешь этот мне всегда интересны детали мне интересно как ты заходил пораньше там или по по рынку вот такие вещи чисто больше интересует чем я пока ты ищешь я вам покажу да ты спрашивал по поводу допустим включу 30 на это нашили почему я противник таких очень ты говоришь там я не вижу детали или или что такое как ты сказал да ну в стакане что тебе нужно больше больше информации а мне нам мне по опыту кажется что особенно если мы говорим про скальпинг ты начинаешь настолько завязываться в этом стакане ты настолько мало видишь информации тебе кажется что ну движение она вот здесь вот что когда происходит очень мощный импульс ты можешь ты можешь очень много потерять из-за того что не видишь картины в целом сейчас по инструменту волатильность 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 3 процента средняя волатильность за 5 минут это интересно 3 процента хорошо вот смотри 3 процента 3 процента или 0022 то есть за одну свечку допустим сейчас у нас стоит 72 мы проходим в средние это средняя то есть она может быть и больше мы проходим 2 и 2 это вверх будет 74 низ будет 70 а я этого даже не вижу понимаешь это я и даже этого не вижу этих этих уровней хотя у меня с монитор слева стоит этот вертикальный монитор как у многих да и там стакан намного глубину стакана можно выставить намного больше тем не менее как только ты сужаешь стакан ты начинаешь видеть вот эти вот уровни вот эти вот объемы которые они группируются и ты начинаешь их намного более как бы больше видите как раз я вижу больше информации здесь как ни странно там когда стакан ты ставишь маленькое сужение там ты видишь просто возьми роботов серьезно больше ничего это исключительно возня роботов она вообще не имеет к рыночному движению никакого отношения она ноль информации для меня не лично предоставляет слушай я сейчас задумался о таком о такой мысли что я не вижу спота у тебя все есть я могу показать вот просто этот сейчас попробую переключить слушай я нашел видео эфира но к сожалению без момента входа потому что включил запись экрана позже поэтому я даже не знаю есть смысл тебе показывать или нет ну просто можно посмотреть цены входа наверно разве что сейчас ты видишь да этот экран которым небольшой я вижу экран который был сейчас я вижу большой да так здесь у тебя значит два стакана спот и все графики которые там пяти минут час день полчаса четыре часа вот то есть вся вся полезная информация вся вся здесь но и сейчас видишь да что для людей ну это будет очень удобно если будет транслировать то есть там все очень мелко и ну да 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 наверно ничего не будет никто ничего не увидит поэтому да поэтому я и специально настроил да получается для ну да да чтоб хоть олег чтобы он да что было понятно суть она не меняется ну то есть то что я делаю как я настраиваю стаканы все все остается и так про сделку ты говоришь что ты нашел а мне точки входа я ее нашел ну вот да у меня 00 секунд но тут я уже тяну получается движение показывать или не да конечно ничего нет давай справедливости чтобы trx еще посмотри у себя и дай обратную связь какую-нибудь и просто здесь одновременно две сделки чтобы сразу мы посмотрели вверх а ну тут тоже самое один в один вообще мог заметить да что по всем бумажкам после вот этого падения битка эфира сформировались очень красивые консолидации которые смотрелись одинаково хорошо как вниз так и вверх все зависело от того как поведут себя тяжеловесы биток эфир да и в какую сторону они выйдут честно говоря я всю ночь ждал выхода эфира вниз просто потому что технически флажок вот этот который вот если ты сделаешь часовой график по эфиру у себя вот этот флажок он очень интересно смотрелся именно на пробитие вниз и в целом даже получилось отработать пробитие 3950 взять движение и в моменте там показала импульс 50 долларов движения это очень хорошее движение на мой взгляд по эфиру на но блин просто моментальный вкат и к сожалению там выступила вот и уже сегодня мы увидели разворот ладно давай сейчас я это переключу к себе демонстрация экрана организатор отключил демонстрацию экрана участник а так вот видишь я только запустил запись и сейчас собственно у нас эфир эфир а 3x то есть движение вот вход был 40 45 40 50 набор позиции вот здесь и соответственно движение тут тейк поставил сразу на 4 100 рассчитывая опять же на то что он сделать нечто подобное что сделал вчера к ноликом 3 900 или какая там была цена фиксация была у меня в районе 40 80 я зафиксировал и по 3x соответственно движение в пробитие 0 94 ноликов и расчет был на то чтобы хотя бы взять три процента просто потому что ну при пробое там часовых или дневных айов правило 23 процента бумаги ходят без каких-либо проблем а учитывая то что у нас было такое позитивное движение что по битку что по эфиру я подумал что вообще никаких проблем не будет у 3x это сделать но к сожалению здесь я зафиксировал только один процент он дошел по моему до 0 95 и 40 ну там процента полтора в моменте 2 давала на вкате зафиксировал позицию кстати прям перед тем прямо в момент нашего с тобой этого начала трансляции вот и по оде по оде было движение точно такое же ну там по ходу она все одинаково все 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 одинаково один в один ну куда этот куда дед пошел туда ездить и пошли еще даже чуть хуже на самом деле по один нет я бы не сказал да а мне вот фу не в такой вообще не понять вот пробитие 2 и там диапазон цен на 2 рубля и 201 по моему надо было пробовать но она очень тяжелая блин так развивалась я и я ее вообще не торгую потому что она очень тяжелая она не для скальпинга короче пока думаешь я уверен но я и пробовал торговать и мне на чине нравится ну собственно я согласен конечно не так красиво как на эфире но тем не менее она по моему по проценту 3 там дала только с пробоя а там если заходить пробитие локальных лайков которые были значительно ниже то а можно было процентов 5 наверно забрать а я я понял каких 96 пробивает а-да-да-да 96 потом добавляться в пробитие 2 2 0 1 и вот ты можешь представить какой потенциал и какой здесь профит можно было зафиксировать ну если конечно на объеме стоять вот получилось получилось забрать как-то так в целом не знаю нормально но хорошее движение ну то есть четкий тайминг да ты ты мог там 10 раз до этого туда лезть и получать стопы а здесь вот четкий тайминг зашел в воду кстати воду я с первого раза выход она дала патри иксу по моему тоже с первого раза в эфир я пробовала еще утром по моему утром был туда подход верхней границы но я пробовалась значительно заранее заходить я знаешь хотел сделать нечто подобное что вот паде то есть зайти на пробитие локального хая где-то в районе 0 30 там 4030 и уже залить все что есть в пробитии 50 и увидеть этот импульс до 100 но к сожалению там меня наверное даже пару раз выступила когда заходил заранее и я уже понял давно что при торговле на криптовалюте безопаснее как бы это странно не было заходить именно в момент они стараться искать точку заранее потому что как правило пока ты найдешь ту самую точку заранее тебя несколько раз отступит это кстати я с тобой полностью вообще полностью солидарен и сам часто наблюдал то есть например ну у нас другие точки подходы я я люблю иногда покантрить но не покантрить то что допустим там растет до небес не такой я уже не контрю тут уже этот я я люблю покантрить какие-то моменты например там есть какой-то лой да и вот его как кольнули не пошли я люблю такое покантрить и иногда мне не хватает терпения чтобы дождаться этого лоя я чуть-чуть начинаю заранее думаю а вдруг не дойдут до этого лоя они доходят до этого лоя они нормально его типа пробивают потом они рисуют ложный пробой и хорошо отскакивают я там используя скальпельскую магию пытаясь как-то сделку это вырулить и в лучшем случае закрывает там небольшой плюс или небольшой минус типа вот так делаешь пронесло и все а по факту если дождаться эту точку именно твоему ты утром дождаться этого ложного пробоя зайти и вообще и сразу не рис сразу рис рисует плюс кстати есть ты правильный выбрал тайминг вот в этом есть огромный плюс если ты правильно выбрал тайминг и за и заходишь тебе в этой сделке практически сразу же рисует плюс какой-то то есть ты зашел да там по 50 и он сразу дал какой-то импульс и ты видишь что все она уже пошло то уже чисто даже психологически понимаешь что тайминг выбрал ну правильно на вот таких тяжеловесах и по эфиры битка нолики нолики очень сильно работают пробить и каких-то круглых чисел и дальнейший уже импульс а тут свечка есть 8 10 а потом на свече свечки был в кат до 32 или ты уже после вката захотел я заходил по моему на вкате не они в смысле я зашел меня под растащила а потом я перезашел пробой 050 это потому что я зашел заранее если бы я зашел непосредственно я бы то есть . было именно 050 до ну да да расчет на импульс о чем и вот 050 я вижу что уже пошло без карта да а почему вышел по 80 до чисто графически страшно потому что я сегодня говорю тельтанул на доги сильно и точнее короче у тебя есть сделка это она была дома но я сейчас в офисе ну кстати ей открыт график покажи просто что делал как почему этот тельтанул интересно блин там лучше показать конечно ну ладно сейчас смотри какая ситуация значит моменте времени я видел изначально вот этот памп я здесь самого начала участвовал самого начала набирал позицию но знаешь как я скальпел я собираюсь скидывал да да я то есть взял импульсик скинул взял импульсик скинул взял импульсик скинул потому что вот так тебе скажу что за последнее время у меня было несколько попыток выхода эта минутка несколько попыток выхода на доги я же я и увлечу не расползил а и прощаюсь после всего что у нас по моему просто есть когда меня уже выпланируется и дня была встреча а вот это я тоже включая лично было училась обратно на арабском интересно же я seems здесь заплатата я не знаю если нет возможно ли я хочу делать round закладкой прошивая большой сборки больше таких дороже все таки crushed за кусочки он атак с из meat variation давала по 5-7 процентов везде на вообще на безумный объем и везде хорошо давала я ничего не закрыл он везде меня выступил вот здесь в очередной раз когда я попытался я уже понял что так если он мне не дает вытаскивать по типу там движение которые у меня были на шибе например много процентов то я буду скальпить по ходу движения и здесь я начал то есть здесь забрал там по не знаю полтора два три процента раз два три четыре собрал замечательно заработал параллельно шарчу шибу собираю там по 2 процента и вот здесь здесь когда я стоял в каком-то знаешь в общем просто такой оставил позицию хорошую позицию 1 миллион лотов был по доги расскажу где это было пробой чего-то сейчас там в моменте я видел 11 процентов вот где-то вот здесь я получается а в пробой 30 наверное заходил вот и ветку и думаю так ас надо оставить а то вдруг сейчас правда разгонят зашел в итоге идет идет движение я там просто безумный откуп идет я вижу уже 11 процентов на секунду отвлекаюсь на шибу и просто она просто камнем вниз вот так вот знаешь ну такая безумная распродажа скидывают очень большие объемы я вижу так минус 3 процента минус 2 ну смысле от 11 процентов сразу там 7 6 4 2 я такой то есть что такое вы чё демоны делаете вот мы начали разгонять доги вы чё делаете зачем вы это делаете я такой так без паники часа на три тесте ты пойдет она там минус один процент в моменте показывает ну вот наверное вот и вот здесь наверное такой думаю так минус процент и потом идет резкий вкат на где-то процентов 5 такой думаю так нормально то есть это высадка хомяков произошла сейчас пойдем и в итоге чё-то чё-то не идем не идем не идем и она как как посыпет вниз в общем меня выступило и все и после этого у меня началось там шиба вверх вниз лево право доги там давай подбирать опять потому что она должна пойти и и пампер и все короче после этого я немножко подуспокоился но потом когда приехал в офис у меня стояли алерты на бенби алерты на бенби стояли ситуация точно такая же как мы с тобой сейчас разбирали и я ее караулил эту бенби все утро весь вчерашний день тоже ждал куда выйдет эфиры вместе с этим бенби у меня здесь стояли алерты и здесь стояли отложки расчет был на то чтобы точно также типовая ситуация как на эфире это рейсе тут просто еще одна в копилочку должна была зайти в итоге я перед выездом из дома снял отложенные заявки поднимаюсь на лифте от лифта здесь минута приходит в лифте на моем этаже уже новости о том что там что-то там произошло с бенби то есть позитив какой-то листинг чего-то и чуть launchpad запустили и вот это ракета ну и все и тут у меня опять депресняк тильт и я уже потом до кое-как успокоившись взял вот эту аду trx эфир вот собственно что они какой-то проект вот это но что ли так разогнал типа и нас зависит майн майн дал да нет но честно я даже не видел даже не видел караулил как раз одну монету ванныч ванныч я вчера брал ее немножко где-то у меня стояли отложки до по 4 3 и по 4 5 у меня стали отложки утром я проснулся утром я проснулся смотрю цена уже там пять с половиной отлично вообще меня забрала включаю ставил через сайт чтобы надежнее было в итоге стоять только одна одна отложка сработала а вторая половина не сработала которая по 4 и 3 не сработала они вот видишь как резко ускорились просто такая ракета и по 4 3 меня не взяла по 4 5 взяла ну я это просто в итоге по пять с половиной еще добавился и потом там частями выходил там выше шести семьи вот это все одно я хотел оставить потому что столько новостей позитивных права нынче последнее время и по капитализации он такой прям очень дешево стоит как бы у него потенциал там еще три-четыре икса есть но почему-то его тоже заливают как только он как только он бомбится его прям мощно начинает заливать я вот здесь его пробовал пробивать консолидацию то есть после этого падения битка его начались резко очень резко откупать и вот здесь вот пробой и 5 и 8 я вот здесь участвовал из к сожалению кстати был такой неприятный инцидент он значит я зашел он как ливанет процента 4 наверное такой господи чего вы что происходит и буквально вот спустя там какое-то время вот получилось забрать на этом импульсе не знаю процента ли мы даже не знаю три может быть можно честно не помню сейчас я вообще вчера офигел я сижу у меня он даже не открыт но там небольшой объем я стараюсь учиться торговать позиционно это мое новое хобби так сказать то есть не инвестиции инвестиции это вообще другое там ты ты ничего не можешь делать там у тебя капитал сам типа работает это немножко другое а именно именно торговлю трейдинг позиционный когда ты берешь и хочешь прям вытянуть там хорошее движение несколько иксов вот и поэтому я поставил отложки вот и почему это говорю забыл а потому что биток повалился а у меня его нынче не открыт и я такой думаю ну вот там вся моя прибыль сейчас тухла включая он 7 этого как и топли льется вытворить и нет ты не видел выхода новости до полу нынче нет я проснулся с утра вижу что он вырос и новость прочитал это было пять с половиной когда он вырос то есть у меня был вход четыре с половиной цена пять с половиной у меня взяла взяло одну отложку на пять тысяч коинов а на вторую на пять тысяч не взяла я такой ну значит на пять тысяч еще здесь добавлюсь хочу добавился потом начал торговать шибу и тут полился биток я а графику меня вон и нынче просто не открыт был я специально не открываю график если я что-то пытаюсь тянуть чтобы он меня не отвлекало и как бы биток льется я думаю ну все сейчас мою прибыль все съели на ванны открываю он 7 то есть он как бы еще вырос на 50 процентов с того времени ну и все я как это сейчас давай с тобой это разберем тоже вот ты поторговал шибу сейчас и я тебе покажу просто пример одной из сделок которые у меня были вчера пошли может я могу тебе тоже показать одну из 200 сделал вчерашнего пошли бы ну я имею ввиду сам пример этого да нет я шучу конечно того что к и отрабатывал вчера так сейчас видишь экран я его вижу но он просто очень мелкий мне кажется что и тем кто будет а у тебя он тоже мелкий ну я-то его смогу потом на видео это приблизить обоих я вижу сути понятно меня вот так в общем смотри вот она шиба вот видишь да и тут у нас такая несколько локалок то есть раз два три локальная ситуация похоже на треугольничек чем-то и собственно пробитие вот верхней границы этой консолидации вот этого на это вчера было то что да 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 это когда вот вниз ливанули дописи 0050 пробили до 500 и потом вернулись а я понял вот здесь была классная консолидация до пробой а потом мы вернулись проконсолидировали снова вот этот уровень по 055 которые пробивали до этого но фактически это тот же самый как как бы если смотреть на старшем таймфрейме то вот это казалось бы что это ложный пробой вот этой консолидации на движение но потом мы сюда снова вернулись и попытка пробить и в верхней границе вот он ошибок и тут вот набор позиции просто в районе 055 по ходу движения сейчас вот забьет она 55 полетели до 056 вот она сразу вот эти как назвать 55 56 она сразу этот импульс делать если пытаюсь фиксированную часть по моему она потом пойдет естественно мы видели да как она пойдет я тут это принял решение все-таки зафиксировать результат или что хороший результат самое самое конечно вчера эпично было это уже выносит за 07 да да мы сидели общались и с коллегой и давай сейчас я этот свой экран отключишь я этот вчера сессии сессии вечером сидим общаемся такой момент был вот это вот здесь вот я вот сейчас сделаю так чтобы эту свечку не видно было сейчас побольше сделаю такой момент был вот вот этот вот шестьдесят восемь шестьдесят девять если посмотреть все свечки от оттуда как бы заливались и и она шла вниз и вот они как бы заливали 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 видно было плюс я торговал ну эти моменты все в грань в стакане активно и в стакане видел что выше шестидесяти восьми девяти там прям начинают заливать и потом начинает вниз давить 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 но как бы это давление оно такое было не знаю как мягкое что ли знаешь и мы переписывались я говорю если они таки смогут продавить это то мы можем видеть прям импульс мощный я думаю что ну могут ливануть там процентов на 30 на 40 я не ожидал что они пробьют наверх я даже немножко потом в очередной раз начал шортить от этой верхней границы смотрю все начинается какой-то опять движняк начинают опять роботы включаются здесь их видно хорошо то есть сейчас двигается все и такое все такое все знаешь и такой народ для шибы это такой средний а там такой прям эти сделки просто со скоростью сверки летят и все и смотрю все пошли 70 пробивать я там перевернулся взял этот первый импульс и не знаю даже сколько процентов вот потом еще добавлялся одно то что он все-таки еще выше пробьет тут же 08 вот когда он пробил 08 стакан полностью пустой они пробили 08 и сразу выросли до 88 там это была аналогия того что сегодня было на доге вот доги когда он рос и когда он падал был точно таким же очень пустым по пустому стакану да 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 3 процента наверх вниз ну это видно стопы там не знаю кто что это слетает просто безумный объем и бумажки и вот именно в этот момент понимаешь этот момент когда такое происходит ты уже стопудово знает что будет движение потом вниз это ни разу не видел что вот после такого в моменте идет дальше продолжение наверх то есть это вот как раз финальный такой аккорд когда идут прям максимальное количество ликвидаций стаканы становятся супер разряженными и здесь такие моменты они прям супер это вот если есть на рынке верняк вот это он здесь можно заливаться заливаться вообще и вот именно брать этот первый первый откат вниз потом уже становится все все уже по похуже грубо говоря но здесь я я спал когда ночь я был уверен что они пойдут еще на хаи я принес мне даже поставил аллер ты прям четко на хай то есть если они прям перебьют хай то пойду торговать лишь они не дошли прям чуть-чуть даха я что-то затыкались и просто с них очень когда уже ванной будет больше десяти процентов по моему она ливанула здесь я представляю как ты пробиваешь такой хай то я немножко заранее зашел немножко добавился сейчас здесь отстоимся и пойдем х и пробивать а здесь такая просто соплятина на бог не дай бог бывает я так я тобой поймал в репли в свое время то что ты сегодня в долге до словил ты по сути просто из плюсовой сделки там в нуле вышел или там в небольшой миг 차яер а я на даре бред рипл тогда тоже там стоял очень долго и только он пошел и кстати вот тоже из-за чего из-за того что я торговал сразу несколько инструментов, я увидел, что Ripple пошел, я в него набрался. Думаю, сейчас там откаты, все дела. Он еще ниже пошел. Я в этот момент торгую еще параллельно, там, один или два инструмента у меня. Я еще набрался. Но это все-таки были еще небольшие достаточно объемы. Ну, не критичные. И вот он еще падает, падает. Я еще набираюсь, еще и уже чувствую, все. Вот сейчас уже начинается критичный объем, а отката нет вообще. И его так и не было толком. То есть в итоге я там полсчета, наверное, или больше отдам. Именно настолько резкий вкат, он настолько резкий и настолько безоткатный, ты думаешь, ну блин, вы же только-только пробили, вот как ты сегодня доки брал, вы только-только пробили хаи. Давай-давай-давай, разгоняйте, что вы там это... У тебя мозгу тяжело эту информацию воспринять, что оно не пойдет. И тебе еще повезло, вот ты, представляете, Сибудоги вхотил обратно на 25, например, представляешь? Еще бы процентов 15 вниз бы, свечкой бы дал. конкретные стопы есть, поэтому... Конечно, есть фактор того, что я физически не успею закрыться. Но когда я вижу... Да, это самый главный фактор. Фиксирую позиции. Это классно, что у тебя есть такое, ну прям четко это, но бывает, и ты правильно сказал, ты мог просто даже не сообразить, что так быстро оно будет. Что касается Сибудоги, вот такой момент... Помнишь разгоны его предыдущие, да? И учитывая... Просто еще накладывается тот факт, что весь рынок вырос в целом. Весь рынок вырос, эфир, биток, там в два раза они подросли за какой-то небольшой период времени. А Доги за тот же период времени, Шиба там выросла на сотни процентов. А Доги в тот же самый момент, он вообще не показал никакого движения. Вот абсолютно. Собственно, я для этого и пытался набрать позицию, чтобы взять вот какой-то импульс вот этот, который начнет догонять весь рынок. И то, что сегодня произошло, вот этот моментальный вкат, ну вот осознание того, что такого, блин, быть не может, сейчас за фигня, должно быть по-другому, оно тоже, конечно, немножко так подбило. Немножко. Так, сами давай. Поскольку ты собираешь вот так, там, 500, 1000, да, долларов, наверное? Ну, да, нет. в среднем сколько получается за трейд? Сейчас открою статистику вот сегодняшнюю. Давай. За сегодняшний день. А, ну вот, 300, 200, 500, ага. А, 9 есть. 9 это сегодня на шибу подобрал хорошо, так, снизу. Ага. А, нет объема. Да, тут не указано объем. Позиции принрез есть, жалко, что объема нет. Я ее даже не смотрел еще толком, не разбирался с ней, поэтому да, ниже. Ну ладно, не суть. Понятно, то есть ты прям скальп, скальп. Да, очень много сделок, видишь, ну вот, 9, 1900, 1700, 1200, 1700, 500, 500, 500, это все вот. Ну и убытки тоже они такие средним там, 400, ну вот, это как раз я чуть раньше начал подбирать и закрылся с минусом, потом перезашел. Ну, у меня там был объем максимальный что-то около 5 миллионов. Понял, понял. 4-5 там, вот так вот. Хороший объем. Да, ошибу. Так. Вчерашняя изжалка день, она, видишь, она такая статистика по, ну, я тебе говорю, что сейчас функционал, то есть сейчас все усилия идут на производительность программы, а не на функционал. И вот я сегодня открыл терминал, у меня вчерашняя статистика уже уплыла, то есть ее уже нет. А вчера было бы интересно, что вчера, ну, прям, наверное, с апреля лучший день торговый был у меня. Вот. И вчерашним интересно было посмотреть, сколько там количество трейдов и все. Ну, вчера у меня было, если по комиссии смотреть, то вот сейчас у меня комиссия 3000 за сегодня, а вчера у меня комиссия была 16000, то есть получается в пять раз больше и сделав, если сегодня их, ну, сколько здесь штук, 10, 20, 30, ну, что, 40. Так вот. У меня за вчера, по-моему, 26 я набил. Помнете. Ну, у меня, я думаю, вчера было больше 200, даже где-то 250-300, вот так вот. Это, ну, это как раз, это нормально для такого активного дня. Мне кажется, это вот в топ-5 по количеству трейдов у меня вчера день был. Давай. 250-300 трейдов? Да. 250-300 трейдов. но как бы это не так много. Потому что... Я понимаю, конечно, все зависит от дня и там... Оно же, смотри, как еще ты нужно понимать, что ты вот говоришь, да, ты сегодня зашел в доги, вышел там, потом зашел, вышел, вот так вот тренд отрабатывал, да? Да. По сути, это же один трейд, просто разбитый на... И у меня то же самое. То есть, допустим, я начинаю торговать одну идею, и по сути, это один трейд, просто я его разбиваю на многое сделаю, грубо говоря. То есть, для меня трейд это все-таки вот какая-то идея. И... Ну, здесь не совсем правильно считать, что вот каждая сделочка это отдельный трейд. Некоторые вот я могу показать, вот смотри, вот сейчас просто для эксперимента. Видишь, кстати, мы сейчас... Вот смотри, сейчас секунду, смотри. вот мы падаем, 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 это чисто сейчас скальперская тема. Вот я просто зайду здесь, все, вот я, допустим, это не трейд, это просто вот я увидел здесь там какой-то объем, допустим, от которого мы можем отскочить, да, я зашел и на прям небольшом импульсе вышел. Я не могу назвать это трейдом, ну, это не трейд, это просто такая скальперская сделочка в моменте. И таких вот моментиков каких-то небольших, их бывает, ну, на таком активном рынке очень много. То есть у меня здесь, я даже, я здесь, в таких ситуациях я даже график не смотрю, ну, то есть мне пофиг, что там график делать, я просто вижу, допустим, что в стакане вот возник такой момент, что может быть там какой-то небольшой отскок. Это неправильно считать это трейдом, потому что, ну, это не совсем трейд. У меня здесь не было какой-то глобальной идеи там, и, ну, графически тоже ничего особо не было. А, хорошо. А целесообразность? А целесообразность то, что такие маленькие трейды, ну, они, они не бессмысленные, это не рандомные трейды, это стаканные трейды. Трейды. Ну, допустим, вот сейчас видишь, вот в стакане, здесь вот, ну, в этом районе плотности достаточно равномерно распределены. Вот здесь вот есть свободные области какие-то. И вот здесь вот есть какая-то более, ну, более, объемы более сконцентрированы, и от этого объема я могу попробовать скальпануть, ну, в отскок. Я понимаю, просто смотри, если мы просто рассматриваем и подходим с точки зрения риск-менеджмента торговли, я тебе про это... Я считаю, что это на, ну, целесообразность, я понижаю риски, ну, то есть я не, не сижу долго в сделке, плюс я не рассчитываю на какое-то глобальное движение. Такими сделками иногда можно, ну, допустим, по 500 тысяч и там бывает вот день ни о чем, с одной стороны, ну, в плане глобальных движений, я вижу, что с точки зрения там ситуации вроде бы и не было толком ситуации, но вот такими скальпанскими сделками можно там 3-5 тысяч набить, например. А просто я к чему спрашиваю, вот в данной ситуации ты попробовал зайти там от 730 и ну, коль такое у нас, да, x в стакане, именно x100, ты там хотел взять 5 пунктов движения, но при этом у нас стоп тоже равен 5 пунктам где-то в среднем. Вот именно с этой точки зрения какова целесообразность здесь? Многие, многие скальперские сделки, я тебе даже больше скажу, во многих скальперских сделках даже стоп бывает больше, чем take profit. Ты зарабатываешь на количестве сделок то есть если бы у меня было в день там 10 трейдов или 5 трейдов, естественно, мне нецелесообразно было бы брать такие мелкие take'и и вообще в такие сделки лезть, потому что ну, я бы так не смог бы зарабатывать. Когда у тебя 250 сделок в день, то ну, математика здесь работает немножко по-другому. ну, я это понимаю, просто может же быть все не по плану идти. Понимаешь, то есть ты раз попробовал, два попробовал, три попробовал, тут уже так, словил тильта, попробовал еще, 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 загнал себя. Не, 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 я, у меня есть для каждого инструмента определенное количество объем, который я готов в него заливать. Это раз. Во-вторых, у меня есть определенное количество, четкое количество объема, который я готов заливать в определенной ситуации. Это два. Когда так слово ты говоришь, допустим, если ты будешь там заходить, один, два, три раза, в такие полумоментики, я их называю, да, я буду заходить ну, там, где-то в пять, в пять-десять раз меньше, чем, ну, объем будет, чем я буду заходить в моменты, которые, ну, которые для меня важны, так, если так сказать. Вот как ты ситуацию, которую показывал, да, там, какие-то пробои или какие-то мощные ускорения, там, какие-то контртренды такие, когда идет мощное движение, там, и так далее. То есть, в такие полумоменты я не буду заходить на такой объем, потому что я знаю, что это так не работает. Но вот такими маленькими сделочками на вроде бы небольшой объем за счет большого количества сделок можно и неплохо зарабатывать, и это помогает то, что второе, это помогает, что ты окупаешь комиссию, потому что комиссия за день часто большая, а такими маленькими сделочками ты зарабатываешь, как бы окупая эту комиссию, потому что объем используешь небольшой, количество сделок много, вот, это два. И третье, это помогает тебе то, что ты всегда в рынке, ты его начинаешь лучше чувствовать. И когда возникает какая-то потом ситуация уже, оно часто перерастает из одного в другое. То есть иногда бывает, что я вот так вот сижу там, тыкаю, да, какие-то такие полумоменты торгую, и потом в один из этих полумоментов я захожу и вижу, что, ну, ситуация начинает резко развиваться в мою сторону, и я вижу, что, а я-то взял, ну, хороший откат, и сейчас может продолжиться. У меня уже есть небольшой как бы запас, и я могу добавить туда. И часто бывает, что я захожу там, ну, вот у меня максимальный объем на шибе там 5-5 миллионов, я захожу там на 500 тысяч на миллион, и так бывает неплохо захожу, что оно сразу растет там на процент на 2, и я могу добавиться там до 2-3-5 миллионов. И вот этот вот, то, что у меня там была накопленная прибыль, оно мне будет стопом. Ну, понимаешь, такая... Да, я понимаю. У меня такой вопрос. Ты говоришь, что вот эти микросделки, они будут окупать комиссию, но если ты не будешь распыляться на эти микросделки, тебе не придется окупать комиссию. Нет, комиссия, комиссия чаще возникает не из-за этих микросделок, а из-за сделок уже больших. когда ты торгуешь уже большим объемом, то там тоже все равно получается достаточное количество трейдов. И короче, я скажу проще. Эти трейды маленькие, это называется торговля волатильностью. Вот есть прям такой вид торговли, это торговля волатильностью. Ну вот в данный момент ты торгуешь пилу. В данный момент я делал сделку просто, чтобы показать. Ну это как пример. Я вообще говорю, мы когда уперлись вот в этот индикатор, у нас пошло движение и после этого у нас началась пила. Да, сейчас я не вижу здесь даже для скальпинга особых моментов. Интересно, я хотел вообще с этого начать, но мы, видишь, как часто бывает сразу погрузились в торговлю. Смотри, над чем я работал последний месяц очень как бы тщательно? Во-первых, я отдыхал. Это важно. Это важно. Для трейдеров это очень важно. У нас немножко другая работа и трейдинг очень-очень сильно в первую очередь бьет по психоэмоциональному состоянию. и всем трейдерам настоятельно как бы рекомендую обязательно отдыхать от трейдинга в течение года. Короче, месяца в 4 минимум нужно отдыхать за год. причем желательно, чтобы это была смена трейдинга на что-то более другое, более активное, какой-то спорт или путешествие. нужно разгрузить мозг ты должен полностью забыть про это. Очиститься. И плюс не забывать делать какие-то маленькие перерывы, даже на несколько дней куда-то уехать. А второе, чем я занимался, я анализировал свою торговлю с точки зрения, а в какие периоды у меня получается лучше всего. Вот когда мне нужно прям сидеть и работать, а когда я могу заниматься какими-то другими делами. Соответственно, я начал изучать те периоды, когда у меня очень хорошо получалось. я смотрел эти графики, крутил их и понял, что, ну, если я это понимал, но пытался создать какую-то формализацию, да, и увидел, что тут самое главное это волатильность. Эти периоды, они особо были волатильны, и поэтому у меня получалось хорошо зарабатывать. Как ее можно посмотреть? Я для себя нашел сейчас, по крайней мере, оптимальный вариант есть такой индикатор АТР, если ты слышал. Слышал про АТР? Да, да. Вот. Сейчас я этот открою трейдинг. А есть тот же самый индикатор АТР, только он называется Normalized АТР, то есть он выраженный в процентах. Соответственно, он еще удобнее, потому что цена монеты может быть разной, а проценты они всегда проценты, то есть ты понимаешь, если мы говорим что волатильность 2%, то она будет при любой цене 2%. Он очень хорошо показывает именно зоны, когда волатильность растет и когда нужно торговать. Сейчас покажу на конкретных примерах. Что я выяснил для себя лист? Я выяснил для себя, что если мы берем 5-минутный интервал графика, то если монета на 5-минутном интервале показывает волатильность больше 2%, больше 2%, такое уже нужно обязательно торговать, прям активно садиться торговать. Если больше 3%, это прям рынок просто типа все, что выше 3%, ты представь себе, это значит нельзя спать. Да, здесь уже простите, но сон придется если больше 4-х, то нельзя есть, а если больше 5-ти, то и в туалет надо забыть как ходить. больше 5-ти оно долго не будет держаться, поэтому тут вот как он выглядит этот индикатор, это шиба как раз, вот, сейчас я не нарисую здесь, вот он когда там только начался памп, и вот такие моменты, когда вырастают, вот здесь например выросло, когда он падал, и потом падение, откаты, это супер моменты для торговли. Потом дальше идет какая-то опять проторговка, нам это неинтересно скальперам, грубо говоря, и дальше идет снова все уже выше только двух, и вот весь этот рынок, как раз это вчера, сегодня, это уже супер скальперский рынок, то есть пока индикатор мне показывает, что средний вот они и пошли, средний АТР от 2 до 4, честно сказать, я зашел, вот так ты сидишь и молчишь, я бы тоже зашел, если бы ты сказал. Не, просто ты так это рассказываешь, я подумал, тебя не будут это отвлекать. Просто, я так понимаю, ты особо это не отрабатываешь, я так понял. Не, как раз такие моменты, я еще люблю торговать вот если бива пробили, то касание его с другой стороны. А, то есть сейчас, если мы коснемся 70... Нет, как раз уже было касание, уже, по идее, нужно было заходить. Вот интересно, будет пробитие 78, как ты считаешь? Я бы вышел бы либо половиной, либо две третих и оставил бы кусочек. И добавлялся бы снова в пробитие, вот тут объем стоит по 76,5 и по 77 стоит объем на споте. Я бы просто, если бы видел, что начинает его разъедать, бы еще раз добавился бы. Еще бы дали бы, я бы еще вышел вот этой половинкой, которая добавилась бы. Ну и так бы двигался бы. Вот они пробили и вернулись на него вот снизу. То есть они его пробили и снизу его вернулись. Тоже такие точки бывают. По стакану видно было, что они не хотят падать особо. Такое чувство, как будто пойдет какой-нибудь разгон, не знаю, мне кажется. Вообще пофиг. То есть тут для меня сейчас это уже как бы угадай-ка. может пойдет, может не пойдет. Объем я, что я вижу в стакане сейчас, что покупки не такие активные, как вчера. Они, ну, активные, но не такие активные, как вчера. И сверху просто, ну, объемчик есть. То есть его нужно будет разъедать. ну, вот до 80 все красавчик. Короче, вернусь к этому индикатору. Вот я для себя определил такие границы на крупных, на тяжелых биткоинах типа эфира и биткоина, там у меня немножко планка пониже. То есть я так посмотрел по своей торговле, что эфир и биткоин я для себя рассматриваю для активной торговли, если они выше хотя бы одного процента вот по тому же самому индикатору. То есть выше одному процента уже прям значит суперрынок и его надо торговать. Но такое бывает крайне редко на эфире и биткоин. Крайне редко. Поэтому я особо их и не торгую. Слушай, это очень интересно. Даже я тебе могу сказать, что это очень крайне редко. Это прям максимально крайне редко. И это мне помогает, потому что я раньше видел какие-то моменты, часто на эфире битки начинал ну как бы торговать, скальпить, а там очень дорогая комиссия сейчас. Да. Очень много ты отдаешь. Его уже вот как я тебе показывал по эти минимометики, там уже такого не отработаешь. Поэтому его торговать только точечно биткоин и эфир прям точечно вот как искать прям и искать прям только верняки. Или вот смотреть этот индикатор и ждать когда ждать периоды высокой волатильности. Чтобы собирать ее. Потом еще чтобы собирать ее. Еще хорошо можно использовать, если мы идем чуть подальше, на час, на часовик. На часе его тоже можно использовать этот индикатор и он хорошо показывает не просто как сказать, не просто прям вот в моменте вот сейчас туда хороший волатильный он показывает достаточно длинные периоды, когда вообще рынок волатильен, чтобы его активно торговать. Если мы посмотрим график того же эфира, то вот видно сейчас поставлю шива бьет 78 почти дошла видишь. Ну вот 78 и там много объема стоит. Ну как много? это немного. Ну как ну вот смотри 20 миллионов на 78 потому что 20 миллионов 20 миллионов. Сужение такое сильное. Да, так это им позволяет не видеть объемы, понимаешь? я вижу, что здесь стоит много объема. Здесь стоит около 110 миллионов на самом деле объема. Ну просто смотри, если мы 77 и 8 77 и 8 тут у него вот это все собрал, здесь он это собрал и там потом по 7 82 он собрал. Слушай, мне кажется, это снесут и не заметят при желании так. Ну ладно. Так, значит, если на часовике я бы не лез, если бы у меня не было позиции. Если бы позиция была, можно сидеть, да. На часе вины как бы вот да, ну полтора за час процента на эфире это уже хорошо. На эфире это уже классно. На других монетах я для себя определил в два раза больше, это три, допустим. С трём до пяти это как бы норм, это нужно торговать. Всё, что выше пяти, это уже прям ну нужно типа жить в офисе или где компьютеры и торговать. Посмотри, как шиба, да, вот смотри, она пилила, непонятно, что вообще делала вот всё это время. Вот здесь вот. Да. То есть вот был какой-то задёрг, здесь можно было попробовать что-то поторговать. Потом ещё один моментик, а потом всё было какое-то невнятно, и вот потом пошёл этот соберут. Я вот этот выход взял как раз-то по ноль, там 008-9, по-моему, вот здесь, и 50% получилось вытащить. Круто. Круто, да. Пониже чуть-чуть, вот здесь, да, где-то. А я это было ночью, к моему, и я как-то... Да, это было ночью, но я стоял в позиции, поставил тейк, и он меня там по тейку 52% зафиксировал. А я спал. Вот. В общем, это у меня то же самое на инче случилось. Отложки сработали, и по факту у меня нет ложки. Почти 50%. Я уже стоял. А, ты спрос стоял? Да, оно давало 20% и я ушел спать. И он пока ночью он это болтался, болтался и до 50% долетел. И, ну, то есть, да, опять же, смотри, вот был момент, да, когда вот этот вынос был, и здесь ну, волатильность жестко выросла. Потом она вот здесь вот упала с 11 октября. И с 11 октября в принципе он стал уже не такой интересен для скальпинга. Даже не то, что не такой, а вообще не интересен. То есть, к слову, опять, как определить рынок? Он вроде бы и был там наверху и что-то делал, но все, я понимаю, что все, мне это неинтересно. То есть, я смотрю на часе все, что выше, там, 4,5-5. Я смотрю, он ниже, мне неинтересен, я туда не лезу. Ну, душа спокойна, понимаешь, я ничего не пропускаю. покажи Доги индикатором. Да, сейчас покажу. Доги классно вообще тоже видны эти моменты. как он сейчас выглядит. Так, то есть, он еще пока, а, вот, вышел, да, из зоны. То есть, в принципе, в теории, он вышел как раз. Начинает быть. Интересен. Выше, все, что выше 5 на часе, это прям все уже супер. Ну, я поставил себе так, знаешь, 4,5, вот так, если где-то поставил, чтобы чуть заранее уже видеть, что подходит туда и все. Посмотри, как он, как он двигался вот в моменты, когда он рос. Вот здесь вот. Ух ты, там что-то прям вообще безумное было. Обалдеть. Да, да, вот, вот она тоже была, видишь, волатильность, вот. Это, апрель месяц, шикарно было вообще. Потом он полз наверх, волатильность была низкая, достаточно низкая. И, ну, я пытался его торговать, у меня не получалось. Я думаю, ну, он же растет. Почему, почему такое происходит? А для активного трейдинга он стал, ну, тогда не очень хорошо получался. Потом он опять пробил хаи и опять волатильность выросла и суперстреляла. А потом он, когда вот здесь вот упал, затух и все. Опять затух, и это уже, ну, это уже торговать невозможно. На всплесках, да. Но, опять же, это общая картина, чтобы понимать. И, чем еще полезен такой индикатор, что он тебе дает, как трейдер, да? Во-первых, ты видишь, сколько можем пройти за час средний, да? Если вот волатильность выросла и волатильность 10% за час, то ты входишь в сделку, глупо, если ты зашел в хороший моменте, глупо брать 1-2%, да? Если средняя волатильность, там, 5 или 10%, ты просто забираешь среднюю волатильность. Ты видишь, что сейчас средняя волатильность, допустим, вот сейчас на доге средняя волатильность 5, ну, там, 5,7. И если ты заходишь в хорошую сделку, ты просто берешь, берешь эту, эту волатильность, забираешь эти 5%. Слушай, ну, даже если не 5, даже если 3, уже хорошо. Ты можешь просто, это опять, это же классно, то, что ты можешь регулировать, ты просто берешь половину этой волатильности, забираешь, ну, фиксируешь половину прибыли на половине волатильности, а вторую половину тянешь там до... Шиба, шиба, там, уже... Смотри, пробьется интересно так понаблюдать. Что-то подлетели сейчас. Я думаю, что кольнут, я думаю, что кольнут сейчас. Когда она резко подлетает, ты такой шартанул там, и пошел в кат. Да, да, вот здесь, если сейчас, вот 78 пробьют, то там вот вижу потенциал, ну, где-то 78-70, вот так, там объемчик стоит. Можно попробовать. Одну слизнули. Одну, да, одну съели на спатье. Ты такой робот наглый работает, он если включается наверх, он прям пылесосит, пылесосит снизу, очень активно, и тяжело. Ну, то есть, сейчас вот он импульс отдал процент, и тут же эти роботы снизу, вот так вот, короче, спылесосили. красиво было, да, пробили, типа пробили, и вроде пустота такая определенная нарисовалась, но из-за того, что вот этот весь объем, который стоял, они его собрали, тоже так интересно бывает, кажется, что объем собрали, вот пусто, так ускоряйтесь, нет, он немножко по-другому часто работает. Объем собрали, и начинают его фиксировать. Собрали объем, загрузили пробойщиков, и наказывают последних сразу. А сколько мы с тобой начали? Десять? Два часа уже мы с тобой общаемся. Ну, у меня получилось около 700 долларов за трансляцию, хотя я ничего не делал, только примеры показывал. На скиле, как говорится. Насобирал. Да, но не было ни одного момента, ну вот такого, куда бы я прям хотел загрузиться, вот я честно скажу. В принципе, даже вот в этот момент, который мы сейчас видели, я может быть бы, ну может чуть больше попытался загрузить, но это не такой момент, в который я прям такой all in пойду. Ну, конечно, ничего такого не было, оно то, не стоит куда бы, вот там, где ты пробой брал, там можно было, да, попробовать. Ну и то не all in тоже бы, я бы брал бы, может быть, миллион два вот так вот. Если мы уходим на пятиминутку, используя опять же этот индикатор, то мы просто можем видеть эти моменты, ну, более быстро, да, именно в течение дня еще расчехлять, когда стоит садиться торговать, когда не стоит. Или, например, ты вот, сейчас вот рынок активный, да, ты там пошел отдыхать, допустим, и думаешь, а когда мне вернуться, ну, когда мне нужно бежать к компьютеру? и ты там смотришь цену, а цена ничего не говорит по большому счету, как трейдер у тебя. Ну, если к хаям подходим, то, конечно, говорит, но в принципе она не такая информативная, а вот волатильность для трейдера, я считаю, это самое главное, ну, вообще вот просто то, что нужно понимать и то, что нужно анализировать и то, что нужно использовать. Вот. Я с тобой согласен, да. Для нас это как воздух. Да. Если этого нет, то, соответственно. Если этого нет, и если получается, получается, как бы именно в те моменты, когда волатильность растет, если ты без позиции, если ты адекватно понимаешь, ну, ты в адекватном состоянии, то это идеальный рынок для тебя, как для трейдера. Вот. Потому что он, самое главное, почему? Потому что он прощает много ошибок. Если мы говорим про инструмент, который прошиб сейчас, на котором средняя волатильность даже сейчас 2,5% за свечку, то есть, допустим, я зашел, не пошло, вышел, зашел, не пошел, вышел, отдал там по полпроцента, потом зашел, пошло, забрал 2%, уже плюс. И если мы берем эфир, где там 0,4%, понимаешь, я зашел, вышел, зашел, вышел, отдал еще дофига комиссии, он пошел, я забрал процент, и все равно в минусе остался. Ну, тут немножко такая другая история, потому что для эфира так пробитие идет все-таки, да, по шибе. Так интересно, сейчас спот уже практически 79. Да, да, как-то раскорреляция такая пошла, интересно. А потому что просто больше заявок на фьючер стоит, и он вообще так в течение дня, вчера он 2 или 3 раза менялся, он то дороже спота, то дешевле, то дороже, то дешевле. Нет, что-то не хотят. Снизу, сегодня было, когда, сегодня снизу, когда падали, там спот уже был 58, пробили 60 и 58, а спот, то есть спот был 58, а фьюч был 62. Ну, потому что, видно, фиксация именно крупняка на споте, да, произошла, пролива. Ну, потому что на фьючер очень наглый робот работает, который видит эти моменты, и он снизу, он прям очень хорошо собирает объем, он просто насобирал там снизу объем, и пошел отскок. Посмотри, если так структурировать, да, как выглядит моя торговля. Я отслеживаю эту волатильность, если вижу, что волатильность мне подходит, а не в смысле, как я вижу, а они у меня уже есть четкие границы все. Вот. Что мне осталось сделать? Мне осталось сделать только найти какой-то инструмент, который мне будет говорить, что вот сейчас на этом инструменте волатильность вот такая, да, ну, допустим, который мне устраивает там больше трех процентов, допустим, на пяти минутки. И я, допустим, иду его торговать. И этим я и занимался вот в этом году, потому что я не нашел такого инструмента, который бы мне это помогал, поэтому я решил сделать его сам. Вот. И я кому-то уже рассказывал в этот, не помню, в трансляции это было или просто, он называется Octopus Trade, ну, такой сайт-приложение, которое я сделал сам там со своим знакомым программистом. Это алерты. алерты, которые как раз помогают в торговле находить мне те места, где мне интересно торговать. Сейчас я тебе покажу, как это работает. Допустим, пишу Shiba волатильность. Выбираю три вида алертов по объему, по цене и по волатильности. То есть что интересно, я еще использую как алерты для уровней. Если мне какой-то уровень на какой-то бумаге прям конкретно интересен, когда до него дойдут, тоже ставлю на него алерт. Цена, если туда доходит, мне приходит в Telegram уведомление. Выбираем волатильность, выбираем, можно выбрать простую волатильность, можно выбрать пробой средней волатильности. Как бы комбинации которыми поиграться достаточно много. Выбираем биржу, выбираем инструмент. И самое главное, чего я не нашел нигде вообще, вообще нигде. Почему я решил делать свое? Потому что везде можно выбрать инструмент и поставить на него алерт. А если я хочу на весь рынок алерты? Если я хочу, чтобы грубо говоря этот помощник искал, этот робот анализировал весь рынок, и если на какой-то бумаге волатильность вырастет, чтобы он мне прислал сообщение, что волатильность достигла такого-то уровня. И чтобы он отслеживал весь рынок, а не одну бумагу. Потому что я не могу 80 тикеров себе на монитор поставить и следить, где там сейчас волатильность вырастет. Вот, допустим, здесь мы ставим, выбираем фьючерсы и отмечаем все. То есть он будет анализировать все фьючерсы, выбираем пять минут, здесь выбираем количество свечей, за которые он будет считать эту среднюю волатильность, и выбираем вот этот индикатор АТР на нормалайз АТР, то есть и направление любого, допустим, 3%. Все. И если на каком-то инструменте из фьючерсов, можно и поставить и на спот тоже, если на каком-то инструменте из фьючерсов волатильность за пять минут, вот то, что я показывал вот здесь вот, будет выше, чем 3%, то он пришлет мне уведомление в Телеграм. И это мне супер облегчило жизнь. У меня теперь нету страданий по поводу что, ой, я такой-то рынок упустил. Если мне пришло уведомление, я в доступе к компьютеру, я иду работаю. Некоторые инструменты, вот тоже интересный момент, они растут, но растут на очень низкой волатильности. И единственный способ, по сути, их как бы взять, это buy and hold, купить и держать. И поэтому, когда иногда некоторые инструменты вырастают очень сильно, да, и у нас такое возникает фома, типа, блин, вот там он так вырос, я ничего не заработал, и так. Нужно понимать, что это не твой рынок. Если ты позиционным трейдингом занимаешься, конечно, ты должен такие бумаги отслеживать и пытаться в них заходить. Если ты инвестициями занимаешься в криптовалюту, то же самое. Если ты занимаешься краткосрочным трейдингом, тебе вообще должно быть по барабану. Да, он вырос, да, сильно вырос, но волатильность была в нем низкая, для тебя не подходит все. не нужно мучить себя и страдать по этому поводу, что ты там где-то не взял. Я просто хотел показать аксию инструмента, ISX, да, я его как раз анализировал недавно, и если мы посмотрим, даже моменты, когда он растет, у него достаточно низкая волатильность. она, я не знаю. Он хорошо пробивает границы. Он, вот видишь, он может быть хорошо именно с позиционного трейдинга, то есть, если есть какой-то уровень, и его пробили, и он пошел, и пошел, но с точки зрения активного трейдинга, да, если мы будем проскальдинг, он достаточно низко волатильный. Это, конечно, не шиба, которая там влетает, и ты совершаешь стоя сделок за день, ну так, чтобы взять один пробой за день, то в принципе нормально. Да, и ну вот именно, вот видишь, например, вот он вроде бы активный, он вырос с 80 на 160, сделал x2, потом, но волатильность в нем, но она для меня низкая, как для скальпера, поэтому, это к чему я, потому что нужно понимать, что ты торгуешь и как. Здесь волатильность низкая, но инструмент, ну как бы, очень трендовый, значит, нужно здесь применять другую, если ты хочешь его торговать. Нельзя применять одну и ту же стратегию ко всему подряд, особенно высокочастотный трейдинг, такой как скальпинг, нужно применять только к очень высокой волатильности, иначе не получится вообще, иначе вас комиссия реально сожрет. Или люди, которые приходят, вот недавно начинают торговать и начинают скальпить там биток или эфир, делают по 20-30-50 делаю в день и удивляются, почему у них там через месяц большой минус. Ну, потому что комиссию, вы все на комиссию отдаете, потому что вы торгуете инструмент с низкой волатильностью, ожидая, что, или заходишь там в скальпельский трейд и хочешь взять там 2% на битке, ну, как если у него средняя волатильность низкая? Знаешь, вот что касается, например, эфира, ты говоришь, что там полпроцента для него это, ну, как бы ни о чем. А с другой стороны, 1% сейчас на эфире, да, это 40 баксов движения получается. Правильно? Правильно. Да. То есть, в теории, если ты работаешь объемом, брать импульс хотя бы в 20-30 баксов по движению, то есть средний АТР инструмента, то это нормально, на мой взгляд. Это нормально, но ты сам ты сам понимаешь, что нужно учитывать, что ты можешь зайти несколько раз, собрать стопы, плюс комиссию ты заплатишь, комиссия большая, инструмент дорогой. То есть, ты берешь, допустим, всего лишь там 5-10 биткоинов, это уже 300 или 600 тысяч долларов. Это, ну, как бы, ты зашел на 5 биткоинов, вышел на 5 биткоинов, вроде, особо по пунктам не потерял, а в деньгах отдал прилично. Я с тобой полностью согласен, что это ужасный инструмент с тем, что вы торговали. Вот. Поэтому, когда, если мы рассматриваем эфир, да, для таких точечных сделок, как ты, да, и ты прям, он неплохой, и если там моменты есть, его нужно торговать, но для скальпинга он просто тебя убьет, он тебя распилит. Да. Это как бы стопудово. Любой инструмент на низкой волатильности, он убьет твой счет, может быть, не очень быстро, но за пару месяцев он убьет твой счет, если ты будешь активно торговать низкую волатильность. Да, там тоги что-то начинают разгонять. Ну, а что тут делать, тоги? Вот он, у него сейчас хай есть. И вот это нижняя граница. 30-50 у него хай, да, где-то. Так, 36. А ты даже вот, типа, вот такого вот пробую пробую торговать, вот это вот, я бы здесь попробовал. Сейчас, учитывая высокую валу, может быть, импульсив. Ну, ты торговал шибу, ты видел, как это бывает. Поэтому. А, вот, 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 типа, вот этот, да? Да, 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 ну, 30-50-30-60 диапазон. Можно рассмотреть вариант, ну, что-то все уже затухло. Шиба и доги стали ходить разнонаправленно, как будто бы у них реальные соревнования двух, да, кто-то перетягивает себя, это, участников постоянно перетягивает и перетягивает. еще и еще я люблю торговать вот тоже такой чисто скальперский трейд, вообще, ну, это переход, допустим, пяти минутки. Вот сейчас мы растем по шибе, прям идет движение, и сейчас будет открываться пяти минутка. Скорее всего, попробуют еще наверх, и можно попробовать именно ее законтрить именно эту пятиминутку, которая откроется. Так, ну, давай попробуем, покажи, как это сделать. То есть, надо увидеть пробой 0,80 и потом шортануть, да? А, или уже, что понял? Ну, я уже пробую. Все понял, не отвлекаю. Очень сильный покупатель там. Да, он, он, все, уже шиши бы вернулась в 0 по дню в процентном выражении. Тут ее сейчас могут и на хай вернуть, разогнать опять. Я ж не удивлюсь, если она до 0,1 долетит в ближайшее время. Ну вот, кстати, последний тоже тренит такой на 720 получился. А ты не большим объемом зашел, по-моему? Ну, там 2,2 миллиона было. А, 2? Я что-то подумал, ты там 150 тысяч зашел только. Не, я там поменял объем на 500 и зашел миллион и в разбор еще зашел на миллион. Видишь, комиссия здесь низкая, то есть я 86 на 2 миллиона дал всего долларов. 2 миллиона это 150 тысяч долларов. Хорошая позиция, ну, типа, вообще, но сейчас еще, сейчас пробьет 80, можно больше 80, попробовать залететь. давай, давай, пробивай. Такие моменты не очень, ну, вот прям любит, да, вот, знаешь, прям, вот хочет пробить, но вот прям терится, 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 вот, вот пошло ускорение. Я взял пробойчик, мы как с тобой и поговорили, и заработали что-то. Хорошо. А, ты шердишь. Да, включился, включился здесь такой этот робот, робот включился, прям, но это такой трейд, я этот, в таких трейдах я стараюсь минимизировать именно убыток, то есть я вижу, что ката не пошло мощного сразу, и снизу еще какой-то чувак. То есть вот сейчас был пример плохого трейда, так, грубо говоря, да, который я закрыл. Я попробовал подобрать от 30 миллионов. Закрыл по нулям получается. На продолжение. Забрал еще тысячу. Поговори, что ты не скальпер. Надо было стоять. Ну, раз ты показываешь такие быстрые трейды, я тоже решил. как бы, мы с тобой говорили о том, что как бы все трейдеры в одних и тех же ситуациях размышляют по-разному, да? Вот видишь, ты здесь ищешь какие-то шартовые ситуации, на мой взгляд, здесь надо работать только от ланга. При этом ты зарабатываешь, и вроде у меня что-то там получилось взять. Я могу тебе объяснить, почему я вижу какой-то... хорошо пошла. Блин, можно было трешку взять сейчас. Ой, жалко. Классно, конечно, ты рассказал про вот эту историю с N Normalize Atar. Это прям очень интересно, на самом деле. Я постараюсь тоже как-то адаптировать под себя, использовать потому что в последнее время... Я тебе скину ссылку, ты можешь использовать вот эту штуку, октобус, которую я сделал, тебе будут приходить просто сигналы в Telegram, и ты сможешь настроить его вот так, как тебе надо. То есть те параметры, которые ты считаешь адекватные для тебя. Честно сказать, есть разработка у нас нечто подобное, но без именно этого индикатора. Вот, поэтому отчасти для меня это уже такое, что не новое, но сам именно индикатор, он новенький, конечно. Я даже не знал про него. Хорошо, я попал... Я всегда использовал всегда использовал АТР, АТР индикатор, ну, это абсолютное значение, но когда я стал делать алерты, я понял, что цена растет или падает, стоимость меняется, понимаешь, я, допустим, поставил по шибе АТР, когда он был там дешевле, допустим, ну, посчитал, что нужно 3%, поставил это значение, а он вырос. 3% уже сейчас это другое значение. Не буду я каждый день его вот так вот переписывать, правильно? Ну, правильно, да. То есть, ну, я задолбаюсь каждый день все это менять, а здесь ты просто всегда видишь проценты. Мне интересно 3%, и вот он стоит сейчас там 0,08 или он будет стоить 0,03. Мне интересно 3% от этого, и все. Я думаю, нашим слушателям тоже эта информация зайдет и понравится. Я надеюсь, они поставят лайк за то, что ты рассказал. Ну, и за нашу торговлю в режиме реального времени. Прямую усилие, да. Если вы думаете, что это легко говорить и торговать, это очень сложно, потому что ты немножко не сконцентрирован полностью на торговле, да, и ты так в полглаза делаешь, и хочется показать людям, да, что мы не просто языками, да, но и торгуем тоже, и руками тоже делаем. Но одновременно и не хочется потерять денег на это, потому что ты все равно не сконцентрирован на сто процентов. Вот. У меня так было, кстати, на одном мастер-классе. Я вел мастер-класс и начал показывать какую-то, ну, пример какой-то сделки с копеек каких-то. И сам не заметил, как я просто олдин уже сижу в какой-то сделке, знаешь, такой типа опа. Обалдеть. Да. Поэтому сердечко, время остановилось на секунду. Я, по-моему, закрыл ее в минус какой-то там. Ну, то есть не стал пересиживать ничего, потому что понимал, что это только хуже. Мне кажется, многие люди, которые показывают торговлю, очень боятся закрыть сделку в минус и вообще показать, что у меня бывает минус. Потому что я вроде как продаю услуги по тому, как зарабатывать, а тут у меня сделка в минус. Но, по-моему, это как раз и говорит о том, что ты нормальный профессионал и если ты видишь, что ты не прав, то ты быстро признаешь. У нас на наших занятиях, мастер-классах часто бывает такое, что ситуация не развивается по плану и приходится фиксировать просто убыток. Это нормально? Это я вообще, конечно, ну, я поражаюсь, как можно вести постоянно эти штуки и так давать. И многие не понимают этого. Ну, я имею в виду зрителей. Да, те, кто слушают, я тебя понимаю, да, потому что, ну, типа, важнее, важнее там, ну, я даже людей не обвиняю, потому что они же пришли за определенными услугами и хотят получить то, что они хотят. челлендж. А ты, кстати, знаешь, что там кто-то кто-то накрутил это часть лайков, потому что там, в общем, было 1200, по-моему, потом произошла накрутка на 2000, по-моему, потом скрутка на 1000. В общем, ну, в итоге там добилось до полутора тысяч, но часть там очевидно накручена, потому что я видел какую-то аномальную такую активность в лайках. Ну, там под последним роликом какой-то парень вроде признался, что это он утонул немножко. Наверное, лайков 500, и я думаю, где-то, может, 1000, не знаю. Кстати, вот по последнему ролику можно немножко это побомблю здесь. А ты послушаешь, к сожалению, это. Ребят, вот в последнем ролике вам была рассказана, это, есть отдельный пласт людей, которые, знаешь, вот, которым надо найти что-то, вот, за что-то уцепиться, и это исковеркать, я не знаю. Снял ролик о рабочем месте трейдера, рассказал, вот самое основное, самое основное, что может быть, это железо, и то, что я использую в своей торговле, вот, в виде железа, там, какие-то, клавиатура, мышка, мониторы, внутренности компьютера, не может быть, и вот ничего важнее в том, чтобы, вот, в этой теме не может быть, но находится какое-то, какое-то количество людей, которым интересно, на чем сидит моя пятая точка, извиняюсь. ну, какая разница, какой стул у меня, ну, это имеет значение, реально, какой стул, вот тебе интересно, какой у меня стул, Саш? нет, ну, ты же сидишь, если бы ты лежал, например, здесь сейчас такой, лежал такой, знаешь, и мне тут стало интересно, а на чем ты лежишь? Нет, я просто не понимаю, ну, сходи ты в ближайший доступный магазин мебели, да, примасти свою пятую точку, да, попробуй, какой стул тебе понравился, да, возьми ты его, первый попавшийся, так, чтобы сразу сказать, я хрен его знает, какой это стул, я не знаю, что это за стул, какая-то модель, я пришел в мебельный магазин, первый попавшийся, примастил себя, мне понравилось, я его купил, все, какой, блин, стул. Слушай, подожди, подожди, смотри, я тебе могу контраргумент сказать, допустим, мы с тобой общаемся, да, и там, стабильно, там, раз в неделю, или там, несколько раз в месяц, там, где-нибудь славляемся и ходим, в бар, знаешь, провести время, обсудить, как неделя прошла, и, ну, мы уже там знаем друг друга хорошо, торговля там, все, у нас же там особых секретов друг от друга нет, понимаешь, и вот здесь вот может быть, допустим, я такой, блин, что-то у меня стала спина болеть, я сижу, мне кажется, что у меня стул неудобный, я, допустим, решил поинтересоваться, какой у тебя стул, вдруг у тебя, ну, на самом деле, я знаю, некоторые прям с ума сходят, обычные самые, я даже не знаю, ты как бы, ну, они выглядят, нет, я тебе говорю, некоторые люди больные до этого, эти, особенно трейдеры, я знаю, те, которые там заказывают откуда-то стулья, и все, поэтому, ладно, уж не сильно меня людей, я больше, кого я не люблю в комментариях, особенно, людей, которые пытаются, ну, поумничать, там, а вот, а это у меня вообще нет, не знаешь, да это никогда не работает, типа, если так будешь торговать, будешь сливаться, ну, то есть, окей, если ты хочешь высказать свою точку зрения, сними ролик и расскажи, а тебе люди потратили время, ну, постарались рассказать то, что они, как бы, считают там интересным, или важным, или нужным, вот, поэтому, вот, от такого у меня, как бы, я такое не понимаю, и часто думаю, господи, особенно, знаешь, как забавно, ну, когда ты знаешь людей из, кто реально, хороший трейдер, кто там, прям, супер трейдер, и там, он выпускает какой-нибудь с ним ролик, интервью, или еще что-то, и ты каждое слово его слушаешь, вникаешь, там, все, а кто-нибудь, знаешь, там, в комментариях умчит, да ты хотя бы пойди и посмотри, что это за человек, есть просто некоторые люди, я не говорю про себя, тут нужно понимать, есть некоторые люди, у которых такое, что их нужно просто сидеть, молча и слушать, и впитывать информацию, и все, даже если человек, вот я, я, там, бывает смотрю других трейдеров, если я, у меня даже больше опыта, и все, это не значит, что я не могу учиться у этих людей, я всегда смотрю только с точки зрения, что я могу себе взять, мне не придет в голову, идти там в комментарии, писать, что такое никогда не будет работать, не, так, так нельзя делать, вот, такие вещи меня, конечно, раздражают, а, ну, видишь, сколько тебе лет, я что-то, этот, ты же примерно мой ровесник, а, нет, ты помоложе, через пять лет, тема со стулом станет более актуальной для тебя, через пять лет мы с Серегой сидим, он такой, смотри, с чем, да ладно, подожди, через пять лет мы с тобой сидим, ты такой, да что ты заладил, торговля, индикаторы, давай, расскажи, что там со стулом у тебя, я с тобой полностью согласен, но, понимаешь, это тоже такая индивидуальная вещь, которую ты должен самостоятельно выбрать, если у тебя проблемы, ты должен пойти, попробовать и понять, подходит или нет, если я тебе скажу, что у меня такая модель, не факт, что на тебе подойдет вообще, то есть, в принципе. Кстати, кстати, это же можно сказать и про трейдинг, ну, в смысле, про стиль трейдинга, это как стул, если у тебя такой стул, то не факт, что он мне подойдет. Да. Поэтому, когда тебе, ну, пытаются люди скопировать чужие там сделки, все это, почему это не работает, потому что нужно вырабатывать свой стиль торговли, чувствовать эти моменты, где тебе комфортно, где тебе некомфортно, где ты зарабатываешь, где ты теряешь и все, и так. Спасибо. Секундочку, я добавлю. Давай. Но, что касается железа, просто я к чему начал, то есть, людям рассказали самое важное, а придрались вот к самому тому, что, как бы, вообще не имеет никакого значения, то, что индивидуально. А с железом сложнее. А это прям как в форме придирки было? Ну, там их несколько человек просто взяли, написали, а что за стул не рассказал? Да, блин, потому что не подумал вообще. А, я понял. Не просто, не просто спросили, что за стул, а именно, типа, а просто он не рассказал, поэтому не считается, что это. типа того, да, типа его тема не раскрыта. Я такой, нифига себе. Я тут, я тут, он снял ролик. Ладно. Слушай, спасибо тебе за это общение, спасибо за ролик, за твой опыт, которым ты поделился здесь, за ситуацией, которые показал. Я думаю, всем понравится, так же, как и предыдущий ролик, и очень, очень на это надеюсь. Возможно, еще раз пообщаемся, встретимся, обсудим. Спустя какое-то время, может наберемся еще каким-то опыту, какие-то ситуации обсудим. Надеюсь, рынок нас порадует какими-то отношениями. Я это, я, я только за, мне кажется, мы можем с тобой так, в таком формате встречаться и просто разбирать трейды или так вот даже если есть моменты, торговать вживую. Это, это сложно, но это тоже определенный скилл и прокачивают твой, как трейдера. Торговать онлайн, ну, на, на бублику, это, это сложно, но это, это полезно, это еще, еще добавляет тебе как бы скиллов тем самым. Вот. Сегодня даже, я, сегодня не супер было, на самом деле, вот, когда мы ввели трансляцию, но были моменты, в принципе, да, и можно было, я думаю, некоторые, подчеркнуть для себя какие-то моменты. По-любому. Самое главное, что я хотел сказать, да, что, вот, мы все сделки, которые делали с тобой сегодня, практически, это все такие полумоменты были, да, то есть, люди должны понимать, что им, но из таких полумоментов и состоит наша торговля, по большому счету. Они часть нашей торговли. Есть такие прям супер моменты, когда мы можем зайти побольше и взять прям какую-то существенную сверхприбыль. Но именно такие моменты, сверхприбыль, но именно такие моменты, это вот рабочие будни. Ты не знаешь, будет этот супер момент или не будет, а такие моментики, их тоже нужно собирать, тоже нужно торговать обязательно. Конечно. Вот. Особенно, особенно, если волатильность позволяет. Если волатильность такая, как сейчас, слушай, я думаю, после той информации, которую ты дал, тут просто все трейдеры, кто посмотрит, у них сразу, знаешь, level up. Сразу все начнут анализировать. Кому-то хватит, знаешь, терпения дождаться вот той волатильности, о которой ты говорил, а кто-то так и будет пробовать собирать внутри низковолатильного инструмента вот эти свои трейдики небольшие совершать. В общем, Саш, спасибо тебе за... Ну, я буду рад, если кому-то это поможет переосмыслить свой торговый. Если ребята поддержат, то лайком, комментарием, то что нет, можем собираться. Главное, чтобы писали и ждали новых роликов. Мне, самое главное, мне нравится именно с тобой общаться, как с трейдером. я для себя тоже много подчеркиваю. У нас немного разность имеет, я прям кайфу, я вижу, я смотрю твои разборы, сделаю твои все и стараюсь для себя что-то подчеркнуть. Приятно. Какие-то под другим углом попадаю, посмотреть под свою торговлю тоже и поэтому для меня в первую очередь такие как бы наши с тобой встречи просто мне они полезны. Если бы мне это было неинтересно и не полезно, ну я бы мы же с тобой не ютуберы, правильно, чтобы только ради просмотров и лайков. Но судя все равно даже по этим просмотрам, людям все равно это полезно. Мы же люди, мы социальные существа. Естественно, мы хотим социального одобрения и в виде лайков оно так и работает. Конечно. Да нет, просто сама важность вот этой информации, то есть ты же рассказал это, хочется с этим поделиться, чтобы это пропагандировалось среди других людей и людям стало интересно, например, торговать тоже. Больше людей стало, например, кто бы этим интересовался. Я, кстати, всегда видел именно такой момент, я не видел, не вижу такой прям конкуренции, потому что говорят, вот мы сейчас расскажем, все узнают и перестанем зарабатывать. Потому что я наоборот вижу, чем больше людей на рынке, тем рынок становится больше. И соответственно больше возможностей. В криптовалюте еще есть куда расти, и той же это прям вообще. Она еще прям вот такая крошечная по большому счету, если в сравнении с фондовыми или фьючерсными традиционными рынками. И ты, прошел через это и я, мы все когда-то учились трейдингу и мне тоже помогали люди, которые писали в интернете или выкладывали какие-то статьи. Тогда еще не было ютуба, к сожалению. Просто люди делились с этим и это сильно мне помогло. И я считаю, что я должен делиться свою, ну это такая карма, можно сказать. С тобой поделились, ты поделился. скажи, скажи, что с ютубом и теми ребятами, кто сейчас снимает, значительно больше людей стало интересоваться. Я тебе могу сказать да, и это круто с одной стороны, но и сарлатанов прибавилось значительно. Само собой, не без этого. Людей, которые показывают, ну я вижу, что эти люди не зарабатывают на самом деле тренингом, они зарабатывают на людях, которые думают, что они зарабатывают. Но это тоже опыт, тоже нужно таких людей вычислять. Фильтрация должна быть, конечно. Поэтому, да, фильтрация должна быть. В общем, Саша, спасибо, давай на этом будем заканчивать. Всем пока. Тебе тоже спасибо. Всем хорошего трейда, до свидания. Тильтуйте с умом. Субтитры